итак добрый день дорогие друзья сегодня мы хотели бы поговорить про терморегуляторы и про охлаждение дело в том что в большинстве случаев у нас обычно воспринимается терморегуляторы как система для контроля за нагревом на самом деле они могут выполнять функцию и контроля охлаждения но для этого надо немножко разобраться в том какие есть терморегуляторы и как работает алгоритм по охлаждению итак поехали поскольку у нас тематика часто связана именно с тепличным направлением то в теплицах летом очень жарко и вопрос с охлаждением стоит очень серьезно и очень злободневно перегрев сразу бьет по растениям просто-напросто может привести к гибели растений потому что в теплице если она может быть закрыта к примеру то буквально за считанные часы с температурой 50-60 градусов а такое может быть просто-напросто растения или стерилизуются или погибают или очень-очень страдают по крайней мере урожай мы теряем точно для чего нам нужны терморегуляторы для охлаждения первое понижать температуру это основное то есть они контролируют вентиляции не открывая контролируют открыванием фрамук они контролируют подачей воды то есть туманообразование то есть вот эти все системы работают на охлаждение поэтому терморегуляторы летом в режиме охлаждения очень востребованы вот если мы касаемся к примеру приборов для вентиляции то есть их задача следующая к примеру у нас поднялась температура выше 30 градусов и тогда терморегулятор должен сработать и он должен работать на понижение то есть он должен следить чтобы примеру температура упала у нас до 25 как только она падает он выключается вот в таком режиме работы должен работать терморегулятор на охлаждение на небольших примерах вам покажу как вот это все работает вот мы включили как видим у нас сейчас температура в помещении около 30 градусов вот наши датчики сейчас оно где какое видно что датчик реагирует на касание сразу пошла температура вверх и соответственно этот терморегулятор может работать как на нагрев так и на охлаждение часть терморегуляторов сейчас делается именно в таких режимах то есть режим нагрева или охлаждения это универсальный двухканальный терморегулятор тут мы можем контролировать две группы данный терморегулятор работает в режиме ход вот это нагрев вот у нас температура если ниже показателя то он будет включен до тех пор пока не поднимется до той температуры это режим нагрева а режим охлаждения работает наоборот то есть если температура выше то пока она не опустится прибор будет работать поэтому эти два алгоритма работы не могут пересекаться то есть если мы поставим терморегулятор на отопление на охлаждение он будет некорректно работать а в данном случае то есть выставляется к примеру место hot cool вот и cool ну это cool охлаждение и уже у нас мы можем настроить таким образом прибор на охлаждение у нас помещение сейчас 30 градусов я сейчас выставлю то есть выставим примеру 25 градусов и сейчас он отключится перестанет мигать в данный момент вот мы выставили что одна группа работает на охлаждение а вторая работает на нагрев при этом у нас как бы выставлена . 25 градусов то есть первая группа у нас работает вот мы заходим в менюшку у нас cool это охлаждение то есть и теперь алгоритм работы такой что пока температура не упадет до 25 градусов этот прибор не выключится а вторая зона у нас работает на нагрев и поскольку тут сейчас 25 и ход стоит то он уже выключен потому что температура выше у нас чем 25 градусов вот в принципе основные моменты то есть по приборам что не все терморегуляторы подойдут для охлаждения это надо знать это первое то есть надо искать универсальные и второе обычно в терморегуляторах есть два режима hot cool то есть hot это на работа на нагрев cool это работа на охлаждение и у них разные алгоритмы то есть hot он стремится поднять температуры до указанной точки cool наоборот стремится опустить до указанной точки и поэтому если мы неправильно выставим а такое кстати часто встречалось и нам звонили к примеру заказчик говорит что температура не работает ваш прибор ситуация такая то есть приезжайте смотрите настраивайте начинаем разбираться вместо hot выставлен cool то есть вместо того чтобы нагревать выставлено охлаждение и уже прибор не работает так как нужно поэтому следите за этим моментами и контролируйте то есть ну естественно читайте инструкцию при необходимости используйте терморегуляторы они недорогие и довольно функционально эффект который они дадут в колоссальный поэтому живите в гармонии с природой в ритме прогресса и до новых встреч